приветствую всех искренне любящих господа иисуса христа я венужден сделать некоторые свидетельства относящиеся к моему народу к армении армянам события которые происходят сейчас в армении касается и меня и я не могу оставаться в стороне судьба моего народа это моя судьба и быть наблюдателем со стороны это все равно что враждовать против того же народа и против самого себя в 2011 году в начале октября я поступил богословский университет вичмеатине в армении и там учился на священника нас было две группы в одной группы были 15 человек студентов во второй группы были 13 человек студентов общее количество 28 основных студентов в вичмеатине было 150 человек все вместе 180 человек приблизительно через некоторое время нас повели к католикосу армении встреча была очень интересная нас было 30 человек включая и епископа геворга настоятеля университета и 1 священника который преподавал нас урок ритуального богослужения циса ги тучун когда пришел католикос я был потрясен тем что он повел себя не так как обычно мы как думаем о священнике что священник это это полный штыль это это безмолвие это покой это равновесие это мир божий это луч и солнце это тепло бога и каждый из нас убежден что священник должен быть таким почему потому что он представитель иисуса христа все эти качества мы приписываем священнику потому что все эти качества относятся к иисусу христу и наш дух автоматически это проектирует на священника часто это не совпадает им у нас требования остаются такими же и мы начинаем как бы внутри себя противоборствовать этому что это должно быть так да это должно быть так тем более когда вопрос идет о первосвященнике в книге левит в 21 главе мы замечаем что бог от первого священника требовал двойное то есть если простому священнику там было позволено оплакивать своих родителей или свою незамужную сестру или брата при смерти и дотрагиваться до них до их трупа а тут первосвященнику было запрещено не только дотрагиваться но и отставить оставить место служения и даже плакать нельзя было почему потому что его лицо это было не его лицо его лицо выражало лицо всего народа народа приблизительно трехмиллионного израильского народа вышедшего из египта каждый из этого народа должен был смотреть на лицо первосвященника и замечать что когда нет пищи кушать есть выход из положения когда враг нападает есть выход из положения когда не знает что делать любой ситуации есть выход из положения лицо первосвященника выражало полное доверие и полную веру и надежду на бога живого и человек который имел дело с первосвященником сразу понимал что реален бог что бог поможет им это было так поэтому первосвященник себя не принадлежал он был значит жертвой бога и его жизнь полностью сопутствовала духу божию и всем желаниям божьим когда пришел католикос первосвященник армении он вошел в аудиторию мы сидели с обеих сторон аудиторию там длинные прямоугольные и сел на своем месте на крыше поднял свою ногу левую положил на правую ногу и конец обуви конец ноги прикасаясь к письменному столу положил на письменный стол сверху я был удивлен я был удивлен на это нет не хочу унизить но хочу констатировать вот потом он сказал ну что вам хочется что вы желали бы менять или видеть что вам не нравится можете выразить свои мнения никто никто из этих людей никто не говорил ничего ни одно слово все сидели благоговейно хотя когда они находились там где мы отдыхаем они и курили и пили и и матерились и употребляли разные вещества я такие кошмары видел и я был потрясен я говорил вот как так как это возможно но это было возможно это я видел своими глазами вот и они будучи вот священники и многие из них уже получили сам священника среди этих людей был один молодой человек его звали Карен он очень любил Бога очень любил Бога и искренне поклонялся Богу настоятель этих будущих священников был диакон Вороздат это был святой человек святой человек богопоязненный который при поклонении когда в храме он поклонялся я очень наблюдал за ним то храм наполнялся присутствием Божиим это очень любил Бога очень любил и уважал и католикоса и всех священников он благоговел перед ними это был достойный человек и есть достойный человек вот конкретно этот диакон Вороздат были там и священники которые были глубоко верующими людьми но в основном вся каста священническая там неверующая они своим поведением своей жизнью это доказывают один из священников умничка который преподавал нам вот давайте давайте я не буду называть его имя он очень умный человек он сказал эти слова как может быть Эчмиатин вот как бы местом монахов и называться монастырем когда здесь каждый день на работу ходят приблизительно 150 полуголых женщин так они одеваются он был прав он был прав там место печатания книг там разные места он был прав он однажды повернулся ко мне и меня говорит в аудитории Вачик ты знаешь почему студенты Эчмиатина не становятся как бы как их называть люди которые иноверцы иноверцами я говорю почему он говорит потому что они не считают Библию то есть он хотел говорить насчет сектантов и он говорил что если бы вот студенты в монастыре считали бы Библию они бы стали сектантами я ему говорю вы думаете что если я знаю Библию значит я сектант он мне говорит нет я об этом не хотел говорить но слово есть слово слава Богу за все однако для меня он умница хороший человек пускай Бог благословит его когда католикос так поступил я поднял руку и сказал Вачаган Аветикян Мнацаканович я из Бонадзора старший лейтенант запаса участник войны у меня есть несколько вопросов к вам он сказал пожалуйста я сказал у нас вот урок тисагитацион вот этого ритуального поклонения написано очень аллегорически иносказательно и очень трудно воспринимается давайте дадим графический характер чтобы вот это было легко воспринимано людьми он сказал значит епископу Геборку он говорит правильно делать это так как он сказал я не знал что для этого урока чтобы провести то священники и епископ должны утром рано вставать с места они должны приходить туда они должны участвовать в нашем каждодневном утренном богослужении я не знал что я их комфорту причиняю вред и даю дискомфорт и на их лице уже было написано мой приговор я понял что их гаубицы направились в мою сторону но уже механизм был запущен вот слава богу за это он говорит еще что я говорю у нас за одну неделю потеря 180 минут он говорит как это понять я говорю 90 минут мы теряем в начале недели 90 минут мы теряем в конце недели почему я говорю потому что у нас нет лектора в это время вот недели нас соединяют с одной группой другую группу соединяют с нами мы им мешаем во время урока они нас мешают потому что у нас разные темы и разные уроки он повернулся к епископу Георгий и говорю так я не понял эти люди оставили свои дела и пришли сюда чтобы учиться или просто тратить время о лицо Георга стало таким кошмарным и я понял что там написано смертный приговор для меня слава господу за это именно когда мы вышли из аудитории через некоторое время уже там на меня нападки ты почему вопросы задаешь католикосу ты что среди нас только ты что ли умный ты думаешь что мы не можем вопросы ему задавать а вечером собрались все студенты и по инициативе некоторых людей делали совещание против меня почему я задавал вопросы католикосу я себя там повел неподобавшим образом спиной прикоснулся к мебели сел на полу и крикнул на них я крикнул на них и сказал кто мы такие он мой духовный отец и духовный отец 10 миллионного народа я имею право в присутствии его быть свободным и задавать любые вопросы которые желаю а вы кто такие что должны меня сказать вопросы задавать или не задавать но однако они были едины вот и священники ябископ и другие уже начал работать над тем как меня выгнать из университета слава богу за это мне католикос говорит еще что я говорю мы пишем пять эссе и у нас в библиотеке чмияцина не хватает литературы 180 человек не могут писать пять эссе давайте я предлагаю делать реформацию и обновить библиотеку чмияцина чтобы литературы хватало это же все такие чмияцина это непростое место он говорит еще что я говорю давайте построим добавочные аудитории рядом с храмом чтобы соседних людей которые там живут в окружающей среде пригласить туда в аудиторию и чтобы им преподать библию дабы люди знали библию потому что мы христианская страна и мы называемся государством которое первое приняло христианство как государственную религию он говорит у нас строительских средств нет мы можем употреблять значит здание храма чтобы это делать я говорю хорошо он говорит еще что я говорю экономический кризис сегодня стало побольше бедняков и вот дети этих бедняков они по улицам ходят они ночуют дома они копаются в мусорных баках давайте соберем всех этих детей под именем армянно-апостольской церкви во славу армянно-апостольской церкви и будем печься о их жизни чтобы из них как бы воссоздать поднять воспитать прекрасных людей наши будущие он говорит еще что я говорю давайте сделаем нашлик для людей у которых нету места жития нету жиля чтобы вот они могли там жить он повернулся ко мне говорит очень интересная мысля меня заинтересовала эта мысля а потом во время урока мы узнали что наш первый католикос после Григора просветителя он занимался именно этим делом тоже и тогда я в аудитории крикнул я и он в одном духе мне очень понравилось это потому что мне больно смотреть на тех людей у которых нету места жить знаете колочок народа колочок народа и как же мы можем позаботиться друг о друге как мы можем это делать мы можем это делать у нас есть очень много богатых людей люди которые и в Армении и за рубежом в России находятся они могут это делать почему же нам не любить друг друга и не поддерживать друг друга вот моя забота была именно в этом католикос мне говорит еще что и я ему говорю вот у людей нечего кушать людям нечего кушать давайте построим определенные места чтобы вот люди этой местности те которые не имеют нечего кушать чтобы хотя день один раз сытно покушали там хотя день один раз он говорит сыновья арейцев арейские сыновья этим занимаются это такая организация я ему говорю приезжайте к нам в анадзор я вам докажу что они ничем не занимаются было молчание ну приблизительно семь вопросов и предложений я сделал и потом вот это все это начало возбушевать там то и я понял что ну невозможно там вот так находиться и католикоз как бы его поведение неподобавшее он построил храм он построил храм и в храме поставлены два столба и с левой стороны на столбе внутри храма голова змеи а с правой стороны на столбе вот это голова дракона я спросил вот что делают здесь эти головы голова змеи и голова дракона они мне говорят что голова змеи это знак мудрости я говорю голова змеи не может быть знаком мудрости если даже написано что будьте мудры как змеи это не обозначает что змей мудрый это просто знак того ведь библия в книге бытие третьей главе говорит что змей был хитрее всех зверей змей хитрый вот мудрость приобретается жизнью в том плане когда с мудростью змеиным идет и голубиная простота вот эта мудрость а когда вот нету вот этой голубиной простоты то это хитрость ну ничего пускай это будет знаком мудрости а голова дракона для чего там находится кто-нибудь может мне объяснить согласно библии а нету там такого и мне говорят это знак силы и могущества я говорю с каких это пор может голова дракона в храме христа быть знаком силы и могущества вы уже давно стали буддистами вы уже поклоняетесь дракону и вы называетесь христианами я когда так говорил через несколько дней заметил что столб этот начал шататься и с нижней части с основания столба штукатурка начала сыпаться и однажды утром очередной раз когда мы вошли туда чтобы провести молитвенное служение каждый утро мы молились там хором я заметил что там идет уже реставрация там все это начали как бы ломать чтобы заново делать но однако вот эта голова там осталась я спрашиваю христианский мир монастырь такой древний имеющий величайшее значение вот вы знаете что это так и что там делает вот это положение почему допускается все это понимаете или нет и почему католикоз вне Библии делает вот такие дела понимаете или нет когда человек хочет показать свое собственное имя и имя Бога уже остается в другом месте понимаете или нет пускай Бог благословит чтобы нам это понять там я встретил одного прекрасного человека его зовут епископ Саак он часто выступает по телевизору по каналу Шагакат он часто проповедует он очень богобоязненный он очень подготовленный очень умничка человек я как человек желал бы видеть на престоле католикоза именно этого человека именно человека такого формата который любит Бога который любит Библию Слово Божие который любит Армению и Армянам я заметил как студенты университета как принимают его с любовью когда он приехал все так обнимались с ним все так свободно общались с ним он был как один из нас как один я даже не зная этого человека я чувствовал что он мой друг вот и мы начали как бы общаться когда он должен был вечером выступать то Диаконс Бороздат меня сказал что сегодня он будет говорить Слово Божие пойдем слушать и мы вошли туда он ходил рядом со мной это был простой человек простой человек знаете Иисус тоже простой слова Слово Иисусу вот и когда мы вошли туда вся аудитория там человек 300-400 собрались вся аудитория они все встали и приняли его с большими аплодисментами и он говорил Слово Божие это слово коснулось ко всем человекам пускай Бог благоставит так поможет нам Господь чтобы нам понять все это сегодня в Армении происходят вот такие действия и все это духовные духовное основание там шатается и нам очень важно иметь католикоса который любит наш народ который готов идти и тот католикос который понимает что и священники его не признают и значит народ его не признает и он сидит на своем месте и делает грязные дела чтобы давить на этот народ и сесть на своем месте понимаете я не знаю что это обозначает я не хочу некоторые вопросы дотрагивать я только духовные вопросы вот в таком плане я очень глубоко прошу у каждого из вас каждого истинного армянина я прошу у тебя прощения что я так говорю о нашем католикосе но это факт нам нужен духовный отец нам нужен человек который будет бояться Господа и который будет своим примером показывать как нам поклоняться Богу нам нужен такой человек да поможет нам Господь чтобы нам делалось правильный выбор мы мы назначаем католикосов и горе нам что мы назначаем католикосов но однако если есть наше избрание то мы должны избирать именно человека который богобоязнен разве разве у нас нет глаз разве мы не выйдем кто духовен а кто нет то мы должны быть